Снегурочка Мариинский парк В самом центре Киева у здания Верховной Рады К Новому году оформили в лучших традициях евроинтеграция Украсили гирляндами, светящимися фигурами оленей Как в Лапландии соорудили резиденцию Санта-Клауса Только вот говорит западноевропейский и североамериканский персонаж Почему-то по-русски Мы по инициативе моей дочки Сани Приехали из Лапландии к вам сюда Возможно, именно из-за неправильных языковых предпочтений киевского Санты Евроинтеграторы с ученой степенью и убеждают население По-настоящему украинский волшебник только Святой Николай Его и следует чтить А еще от елки нужно постепенно отказываться Средневековый германский символ Получивший популярность в России еще в 19 веке Записали в пережитке советского прошлого За компанию с Дедом Морозом Сделали в СССР альтернативу народному празднику Святого Николая Получился Новый год с Дедом Морозом Но это не наше, не украинское Елка же в украинской традиции Так это вообще погребальное дерево Украинская же традиция Это надо иметь в виду каждому сведомому гражданину Вещь сакральная Потому как древнее едва ли не всех остальных Миллион лет назад Неандертальцев еще не было А украинцы уже зарождались Заявляет не кто-нибудь, а уважаемый в Киеве археолог Доктор исторических наук Виталий Отрощенко Не нужно забывать, что история Украины Это последние три тысячи лет А один миллион лет до того Это про история Украины Кстати, зарождалась нация Три тысячи лет назад на Донеччине Еще не вся пирамида в Египте построена Еще не основан Карфаген А украинцы, цитата, уже закаляются В борьбе с прапрамоскалями, видимо Это историческими познаниями делится уже губернатор захваченных ВСУ территорий на Юго-Востоке Тот самый, который обещал вернуть Украине Курскую, Воронежскую, Брянскую и Ростовскую области А также Краснодарский край Ибо в них, по убеждению Павла Жебривского, есть украинская сущность Если посмотреть на каменные могилы каменных женщин То им две-три тысячи лет На Донеччине было не дикое поле На самом деле это было место, где зарождалась, формировалась, закалялась украинская нация В Киеве не стесняются заявлять Первыми охотниками на мамонтов были предки украинцев А после охоты они наслаждались трахтением на костях убитого зверя И так создали первый в мире музыкальный ансамбль Письменность тоже пошла от них И оказывается еще Гомер воспевал ридную Украину Все эти новые данные сразу становятся предметом снисходительных шуток среди серьезных ученых Троянцы у Гомера называются, вот так они называются, наверное, пишут в транскрипции Ты укрой Но тут любитель счел, что любители сочли, что лучше все-таки транскрибировать его как ты укры А тогда уже это совершенно ясно, что это кто Это просто те укры, а не какие-нибудь другие Галлы это тоже те укры из украинской Галиции Аполлон из Причерноморья Столицу Ливии, город Триполи, назвали так трипольские эмигранты А первый фараон Египта Менас из райцентра Мена на Черниговщине Кстати, с Египтом у Украины древние экономические отношения Еще до начала нашей эры вместе кормили весь обитаемый мир Уверен, что Европа в известном смысле боится нашей страны Украина со второго тысячелетия до нашей эры была житницей для всей Айкумены Наряду с Египтом Если действительно развивать наши возможности, мы составим колоссальную конкуренцию европейским производителям Оттого-то и тянет Европа и с безвизом, и с ассоциацией, и с членством в ЕС Боится экспансии, не только экономической, но и культурной Где бы были ее великие, если бы не украинское влияние Украинскую песню еще 500 лет назад пела вся Европа Песню ехал казак Задунай и Людвиг Ван Бетховен Написал четыре своих самых знаменитых квартета, опираясь на мелодику украинских народных песен Заокеанские покровители тоже должны быть благодарны Ведь именно украинцы открыли Америку и основали Канаду Об этом заявил сам президент Порошенко Правда, получается, что превратившись в канадцев, иммигранты из Незалежной создали потом первый в мире гулаг для самих же себя После вступления Великобритании в Первую мировую войну правительство Канады издало приказ Согласно которому приезжие, в первую очередь, из австрийских, тогда провинций Галиции и Буковины Были объявлены враждебными гражданами и помещены в концлагерь Впрочем, эти исторические нестыковки в Киеве мало кого волнуют Например, в конце ноября выделился депутат Рады Игорь Масейчук Вопреки всем фактам он утверждает, кубинской революции тоже не было бы без украинцев, точнее бандеровцев Осуществить революцию и прийти к власти на Кубе Фиделя Кастро помогли никто иный, как украинские националисты Известно высказывание Фиделя Кастро Если бы не они, мы никогда бы не продвинулись бы дальше пригородов Сантьяго План взятия города Санта-Клара был расписан до деталей в штабе АУНБ И блестяще исполнен Че Геварой Вообще, по мысли строителей новой Украины, ее великий и могучий опыт революционного движения, государственного строительства и культурного развития Взят за основу многими державами, особенно, конечно, российской У них, в этой Москве, даже рубль, младший брат гривны Чтобы указать на якобы неполноценность российской валюты, в Верховную Раду внесен законопроект о замене украинских копеек рублями Из многих исторических источников мы узнаем, что рубль был меньшей частью гривны Со времени введения денежной единицы на Украине, гривны, без всякого исторического обоснования, ее меньшую часть Называли словом копейка, это нужно исправить Что же до культурного наследия, то оно у России, считают в Киеве, настолько отсталое и мракобесное, что воровать у соседа приходится даже сказки Я буквально неделю назад понял, что курочка ряба, это курочка ряба, рябая Я думаю, господи, они и тут украли А колобок? А колобок? Там же кола нет, там же круг Украинский издатель Иван Малкович, видимо, не осведомлен, что кроме малороссийского слова кола по нашему круг Существует еще и великорусское коловрат И в значении не свастики, а славянского символа солнцеворота Но украинский язык, конечно, авторитетнее, неспроста же он такой соловьиный Украинский язык это физический термин, это физиологический термин Это 4 герца вибрации, столько же в пении соловья Каждый язык отвечает кодом земли, украинский особый, древнейший Над подобными заявлениями можно было бы от души посмеяться и тут же про них забыть Если бы не одно но, Министерство образования и науки выделяет немалые деньги на такие исследования И что еще опаснее на такие учебники, рекомендованные, а часто и вовсе обязательные К прочтению в рамках школьной и вузовской программ Если посмотреть учебник, который рекомендован в качестве дополнительной литературы Учебник называется «Украинская нация» То по этому учебнику еще до нашей эры существовала самая могущественная в мире империя Которая называлась Великая Украина Которая занимала территорию от Черного моря до Балтийского И уходила практически чуть ли не до Урала Переписывается не только древняя, но и новейшая история В телеэфирах показывают вот такие материалы Украинцы во время Второй мировой боролись и с немецкими фашистами И с советской армией, оккупировавшей пол Европы И поделившей территорию едва ли не напополам с гитлеровцами Все это с одной целью – доказать, что Украина не Россия Фактически все вышли из одной и той же культуры Ну скажем так, русскоязычной То есть корень в идеологии Украинской политической, экономической, скажем так, элите Нужно оправдать существование украинского государства И себя как элиты Чтобы владеть собственностью Жить красиво И иметь власть И пока у киевских руководителей получается Сегодня на Украине растет целое поколение Которое обманули Сначала украли у него реальную историю Потом подсунули фальшивую Как результат – святая вера в собственное величие и исключительность И в то, что все не согласны Достойны только одного – уничтожения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok